Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Обсудили актуальные вопросы избирательной кампании 24-го года. В Самаре прошел круглый стол с участием экспертов области права и представителей избирательной комиссии. Репин навсегда. В Ширяево прошел фестиваль, посвященный 180-летию со дня рождения великого русского художника. Иконы, привезенные со всех уголков России и зарубежья. В Софийском соборе открылся фестиваль христианского искусства «Окно в мир». В Самаре прошел кросс-кантри-веломарафон «Сокольи-горы». 250 спортсменов вышли на трассу, чтобы преодолеть от 1 до 50 километров. В Самаре сегодня с рабочим визитом побывал министр спорта России Михаил Дегтярев. Вместе с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым они побывали на стадионах «Локомотив» и «Торпедо». Там они пообщались со спортсменами и их наставниками. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о том, что региональное правительство разрабатывает программу «Мастер спорта». Она направлена на то, чтобы любой житель региона в любом возрасте получил возможность стать мастером спорта. Предстоит большая работа с тренерским штабом. В программу «Мастер спорта» войдет и реконструкция спортивных объектов. Вячеслав Федорищев сообщил, областная программа «Мастер спорта» будет представлена уже в сентябре. В настоящее время идет сбор предложений от жителей губернии. Поддерживать и развивать производство. Глава региона Вячеслав Федорищев возглавил в Госсовете России комиссию по промышленности. Каких изменений в связи с этим стоит ждать, своими ожиданиями поделился генеральный директор опытно-механического завода «Перспектива» Леонид Литвиненко. Мы сегодня работаем, неплохо работаем, но зарабатываемых средств хватает только, как мы говорим, на прожиточный уровень, на жизнь предприятия. А на развитие, на освоение новых, на разработку новых изделий, которые сегодня требуется наша страна в связи с тем, что Европа от нас отрезана. И мы должны закрыть все те ниши, которые, в общем-то, образовались внутри государства. Это здорово, что наш губернатор в Госсовете будет возглавлять именно направление промышленности. И мы надеемся, что с его приходом туда эти вопросы там зазвучат практически и найдут свое решение. Эти вопросы мы готовы нашему губернатору озвучить, какие есть вопросы. В Самаре продолжают реконструкцию улицы 22-го портсъезда. Обновление касается двух участков. В границах улиц Солнечной и Новосадовой и от Новосадовой до Московского шоссе. На нижнем участке почти все готово. Но и на верхнем специалисты трудятся с опережением графика. Подрядчик приступил к укладке асфальтобетона. Это верхний слой основания дороги. Как проходят работы, узнала Елизавета Прокопенкова. На верхнем участке улицы 22-го портсъезда продолжают масштабную реконструкцию. Работы ведутся в соответствии с техническими условиями. Здесь уже переустроили газопровод. Он запущен в работу. Закончили и переустройство канализации. Вдоль дороги прокладывают кабель системы освещения. Параллельно строится теплотрасса. Она почти готова. Осталось справиться с задачами на трех водах в существующие сети. Достроят две камеры на новых водоводах холодного водоснабжения. В районе дома номер 303. Много коммуникаций, которые достаточно значительно сменили локацию. Как то тысячная труба, 900-я, 800-я труба. Они все вынесены за пределы дороги. Они все пойдут вот здесь по газонной и по тротуарной части. Все сети, которые здесь попадают в зону благоустройства, в зону дороги, они либо вынесены по новой схеме, либо проложены в новом конструктиве. То есть под дорогой у нас полностью все трубы новые. Они все защищены гильзами защиты для того, чтобы нагрузка от дороги не повредила эти сети. Сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя основания дороги. Работы ведутся на отрезке протяженностью 280 метров. В дальнейшем над основанием устроят еще два слоя. Финишный будет из высокопрочного асфальтобетона. К его укладке планируют приступить в сентябре текущего года. Верхний слой покрытия у нас будет укладываться после установки всех бортов. Финишный слой. К этому моменту у нас уже все заезды должны быть готовы. Все съезды на парковке, все примыкания к существующим зданиям. То есть это финишный слой. Там необходимо сделать минимальное количество швов. А для того, чтобы обеспечить укладку с минимальным количеством швов, нам нужно, чтобы всем примыкания уже к этому моменту были готовы. Совокупная толщина всех слоев дороги составит 1 метр 19 сантиметров. Необходимо обеспечить максимальную надежность проезжей части. Предполагается, что после реконструкции дорога примет интенсивный автомобильный трафик. Все шансы есть увидеть к началу октября полностью все элементы дороги. Там будут доставляться ограждения, возможно доставляться знаки, но дорога уже будет читаться, она уже будет видна, она уже будет полностью готова. Всего сделают 5 полос движения. Две в сторону Новосадовой, а в сторону Московского шоссе – три. Из них одна дополнительная шириной 90 метров. Водителям не придется стоять в пробке и ждать своей очереди, чтобы повернуть или выехать на шоссе. Ой, как здорово. Не надо будет через Советскую армию. Там где-то ходите все. По-моему, здорово. На нижнем участке почти все задачи выполнены. Ведется подключение освещения. Затем подключат светофоры и автоматизированную систему управления дорожного движения. Объект находится на постоянном контроле администрации Самары. Все работы должны завершить в январе 2025 года. Однако специалисты трудятся с опережением графика. Не исключено, что объект сдадут раньше срока. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, Валерий Майоров. События. Обсудили актуальные вопросы избирательной кампании 2024 года. В Самаре прошел тематический круглый стол. Участие в нем приняли электоральные эксперты, специалисты в области права, представители избирательной комиссии региона и ее молодежного отделения. Кто стоит на страже прав участников избирательного процесса и какие возможности есть у избирателей, расскажем в нашем сюжете. В 1751 стационарный избирательный участок будет работать в Самарской области в дни голосования. 6, 7, 8 сентября жители региона выберут губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов в представительные органы власти. О том, как налажен избирательный механизм в Самарской области в преддверии голосования, какие изменения в избирательном законодательстве произошли и на что следует обратить внимание всем участникам избирательного процесса, говорили на заседании экспертного круглого стола. В регионе продолжает работать механизм «мобильный избиратель». 1741 человек уже выбрали удобный для себя участок для голосования. Для этого всего лишь нужно своевременно подать заявление о голосовании, о включении в список избирателей по месту нахождения, а это можно уже сделать с 22 июля, и прием таких заявлений продолжится до 2 сентября. Сейчас это можно сделать через территориальную избирательную комиссию, через МФЦ, через госуслуги. Для удобства участников избирательного процесса запущен информационный цифровой сервис «Телеграм-бот о выборах в регионе». Он был разработан в 2023 году представителями Молодежной избирательной комиссии области. Функционал «Телеграм-бота» сам построен на линейном алгоритме. То есть «Бот» отвечает на вопросы избирателя наиболее популярные, скажем так. Верно, то есть это где проголосовать, как проголосовать, когда проголосовать, кто представлен кандидатами на данной избирательной кампании. Далее он помогает также не только избирателям, но и наблюдателям, и организаторам выборов отвечать на их вопросы. В активную фазу вошел процесс обучения общественных наблюдателей. Почти каждый избирательный участок в регионе будет обеспечен надзором со стороны активных неравнодушных людей. Их цель – следить за соблюдением закона в ходе голосования. У каждого общественного наблюдателя будет рабочий блокнот, подсказка, где будут описаны те процедуры, которым необходимо выполнить. Это так называемый «золотой стандарт» общественного наблюдения, который разработан на федеральном уровне, и который успешно используются многие избирательные кампании. Формирование пулу наблюдателей продолжается. Ответственный за набор и обучение наблюдателей – общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, события. Лаборатория проектирования и изучения городов «Архлаб», которую курируют архитекторы «Ваухаус», объявляет набор участников в Самаре. Это могут быть начинающие архитекторы и представители смежных профессий, дизайнеры, социологи, историки. В программе – изучение креативных инструментов исследования пространства, составление альтернативной карты Самары. На основе исследования будут определены точки потенциального развития города. До конца августа кураторы бюро проведут для участников серию очных и онлайн-встреч. Результаты будут представлены на фестивале «Волгафест». Заявки принимают до 10 августа на почту, указанную на экране. Далее коротко о других темах дня. В Красноярском районе Самарской области на первом километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. В 7 утра грузовики «Ивека» и «Скани» столкнулись с легковым автомобилем «Лексус». В результате происшествия пострадали водители «Лексуса» и «Ивека», у которого опрокинулся прицеп. Уточнили в ведомстве. На месте работают медики, пожарные и сотрудники госавтоинспекции. В Самаре специалисты продолжают проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды. Так, в понедельник 5 августа в батальонном переулке планируют заменить участок трубы и пожарный гидрант. Для этого на весь день холодную воду отключат в некоторых домах по улицам Гагарина энтузиастов батальонный переулок. Бойлер будет находиться по адресу Гагарина 103. В четверг 8 августа на улице Алма-Атинской заменят запорную арматуру диаметром 300 и 400 миллиметров. Для этого подачу холодной воды ограничат с 9 утра 8 августа до 2 ночи 9 августа. В домах по улицам Алма-Атинская, проспект Карла Маркса, Черемшанская. В пятницу 9 августа заменят задвижки диаметром 150 миллиметров и пожарный гидрант на улице Санфировой. Для проведения работы ресурс ограничат с 10 до 14.00 по проспекту Карла Маркса и Санфировой. Бойлер установит по адресам проспект Карла Маркса 223 и 231А. В Социальном фонде России по Самарской области с начала этого года техническими средствами реабилитации обеспечили 2585 детей. Это кресла-коляски, опоры, ходунки, ортезы и ортопедическая обувь. Чтобы получить такие средства, необходимо подать заявление онлайн на портале госуслуг, клиентских службах областного социального фонда России или в МФЦ. Нужны свидетельства о рождении или паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность представителя и его полномочия, при случае обращения за компенсацией бумаги, подтверждающие расходы на технические средства реабилитации, а также номер банковской карты российской платежной системы. Чашка чая или кофе, проверка электронной почты и разминка. Стало известно, как российские офисные работники начинают свое утро. Чаще всего россияне начинают утро с чашки кофе – 28%. Каждый девятый – с просмотра почты, а каждый одиннадцатый – с чашки чая. Проверяют планировщик задач 7% респондентов, 5% смотрят сообщения в рабочих чатах, и еще 4% участников сидят на планюрке, сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Россиянам рассказали, как справиться с бессонницей. Нормальная двигательная активность в дневное время для взрослого человека – 10 тысяч шагов. Этот минимум приводит к нормализации сна и ускорению засыпания. Человеку, ведущему малоподвижный образ жизни, будет труднее засыпать, рассказали неврологи. Еще одной причиной такой проблемы может стать несоблюдение биологических ритмов, связанных со сменой дня и ночи. Чтобы это исправить, необходимо ложиться и вставать в одно время. Туристический поток на территории Самарской области в первом полугодии текущего года составил 2 млн 357 тысяч человек. По сравнению с 2023 годом он вырос более чем на 40%. Чаще всего в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республик Татарстан и Башкортостан, Нижегородской и Пензенской областей. Наиболее посещаемые города это Самара, Тольятти и Сызрань, достопримечательности, Национальный парк Самарская Лука, Жигулевский биосферный заповедник и Рачейский бор. Репин навсегда. Под таким названием в Ширяево прошел фестиваль, посвященный великому русскому художнику Илье Репину. Гостей праздника ждали концерт, мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы. Искусствоведы и сотрудники музеев из разных регионов России и Республики Беларусь приняли участие в научной конференции. Подробности в нашем сюжете. По традиции фестиваль «Репин навсегда» прошел в одном из самых живописных уголков Самарского края – в селе Ширяево. Здесь летом 1870 года жил и вдохновлялся природой великий русский художник Илья Репин. 5 августа исполнилось 180 лет со дня его рождения. Организовал фестиваль Самарский областной художественный музей. Мы сейчас шли по Великой Русской реке. И многие из наших новых гостей ни разу не бывали не только в Самаре, но уж действительно в Ширяево. И все говорили в один голос. Ну понятно, почему Репин остановился здесь. Такой красоты мы не видали никогда. Мне кажется, в каждом музее, в хорошем музее, в коллекции есть хотя бы небольшая работа Ильи Ефимовича. Каждый из музеев считает его своим художником, но якорь наверняка принадлежит нам. Гостями фестиваля стали искусствоведы, сотрудники музеев из разных регионов России и Республики Беларусь. Владимир Петухов приехал из Владивостока. Рассказывает, дружба Самарского и Приморского музеев началась благодаря творчеству Репина. Художественный музей помогал в организации экспозиции на Дальнем Востоке. Россия огромная страна, и каждый ее уголок неповторим в своем облике. Но здесь, конечно, море, а здесь у вас Жигулевское море. Конечно, они, может быть, связывают, с чем-то объединяют и напоминают друг друга. Вот Репин, тема творчества Репина, конечно, в свете его 18-летнего юбилея, когда мы говорим о его творчестве, вот она объединила практически все регионы России. Творчество Ильи Репина многогранно, считают искусствоведы. Он писал в стиле реализм и точно передавал особенности эпохи, в которой жил. Картина Репина «Бурлаки на Волге» увидела свет в 1873 году. На выставке в Вене она завоевала бронзовую медаль и принесла художнику мировую известность. Сегодня ее можно увидеть в Русском музее в Санкт-Петербурге. Она во многом стала эпиграфом всего его творчества. Эта работа повествует о том, что и в тяжелом труде есть своя красота. Это картина, в которой отразилась сила и мужество и терпение русского народа. В рамках фестиваля прошла научная конференция. Эксперты говорили об искусстве, делились открытиями и обменивались опытом. По мнению гостей, фестиваль «Репин навсегда» – это большой вклад в развитие культуры и туристической привлекательности региона. Это очень будет полезно и для профессионального сообщества, ну и, конечно, для всех жителей и туристов Самарской области. Сегодня особый день, прекрасная погода, прекрасная атмосфера, творческие коллективы. Я надеюсь, что всем это очень запомнится. Все немножечко отдохнут, отойдут от своих каких-то проблем и забот. И сегодня получат огромное наслаждение от природы, от нашей великой русской реки Волги и, конечно, от нашей замечательной Самарской губернии. Весь день на площадке фестиваля для гостей работали мастер-классы, ярмарка изделий, ручной работы. Желающие могли поучаствовать в открытом пленэре и увидеть постоянную экспозицию музея. На сцене выступали артисты. Полина Челюкова, Галина Топилина, Сергей Баслин. События. Иконы, привезенные со всей России и зарубежья. В Софийском соборе открылся международный фестиваль христианского искусства «Окно в мир». На месте события побывала наша съемочная группа. Художница Светлана Дерин на фестиваль христианского искусства приехала из Турции, где она в последние годы проживает. Светлана представила свою работу «Умиление». Иконописной живописи она обучается четыре года. И вот первая готовая работа, выполненная маслом. Сейчас Светлана трудится над созданием иконы Николая Чудотворца. Ее она надеется представить на следующем фестивале в Самаре. До иконописи я рисовала то, что мне стыдно было показать даже в семье. Но благодаря нашим прекрасным педагогам я теперь смело могу говорить, что я пишу иконы. Но это очень большая ответственность, очень большое счастье и очень-очень большой труд. Международный фестиваль христианского искусства «Окно в мир» в этом году порадовал гостей своим масштабом. Около двухсот икон, привезенных со всех уголков России и из-за рубежа. Часть художников только делают первые шаги в написании икон. Самый взрослый ученицы – 82 года. Бог создал человека, и Бог наделил нас такими дарами, как право выбора, творческое начало. И каждый по-разному себя может реализовать. И когда человек тем более реализует себя в выгодности, реализует себя в том, чтобы прославлять имя Божия, то я считаю, это именно та цель, которая тоже стремится у каждой христиани. И мы решили показать, как этот симбиоз дает какой прекрасный результат. И хотим показать это широкому кругу людей, чтобы они, поучаствовав в этом, получили незабываемые эмоции и познакомились с православием с такой прекрасной стороны, а не на фоне тех стереотипов, которые, к сожалению, сейчас в обществе существуют. То есть мы за красоту Божьего мира и всячески ее демонстрируем. Фестиваль предлагает участникам обширную программу, лекции, экскурсии и мастер-классы по иконописи и колокольному звону. Также запланированы праздничные концерты, уголок традиционной кухни, ярмарка и кинопоказы. Фестиваль продлится до 18 августа. Августина Охременко, Константин Головин. События. В Самаре прошел кросс-кантри-веломарафон «Сокольи-горы». 250 спортсменов вышли на трассу и проехали дистанции от 1 до 50 километров. На гонки побывал и наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Ей слово. Ирина Демидовская работает учителем начальных классов. В свободное время занимается бегом и велоспортом. Рассказывает, что кататься на велосипеде ей нравится из-за скорости и возможности остаться наедине со своими мыслями. Ирина уже участвовала в соревнованиях «Сокольи-горы». В прошлом году преодолела дистанцию в 12 километров и заняла третье место. В этот раз Ирина приехала на гонку вместе с 11-летним сыном. Женщина прививает любовь к спорту и своим детям, и ученикам. Мы с ними по ходу часто ходим. С сыном тоже бегаем и на лыжах катаемся, и на велосипеде. Мы с ним часто принимаем в соревнованиях вместе участие. Кросс-кантри-веломарафон «Сокольи-горы» создан для того, чтобы объединить любителей и профессионалов велоспорта. Турнир дает возможность проверить уровень подготовки перед большими соревнованиями. Любые любительские соревнования важны, потому что у людей есть возможность попробовать свои силы. Условно говоря, не в спорте высших достижений, именно как раз на таком уровне. Оценить себя, а может быть, стартануть и дальше, принять участие уже в более сложных испытаниях и заработать уже настоящие спортивные звания. Каждый человек в своей жизни, он что-то где-то хочет быть первым, быть там третьим. И он хочет так, чтобы посоревноваться, посмотреть по сравнению с другими, как он будет выглядеть. Дистанции на 1, 2,5, 10, 30 и 50 километров проложили на базе спортивной школы «Чайка». Всего на трассу вышли 250 велосипедистов. Самая юная участница, двухлетняя Есения, проехала один километр. Такую же дистанцию преодолел и ее девятилетний брат Вова. Он занял третье место в своей возрастной группе. Мы с самого детства, с самых ранних лет хотим привить детям любовь к спорту, так как спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Здоровье, сила, в какой-то мере успех, наверное, даже в будущем жизни. Веломарафон прошел под девизом «Наркотикам нет, выбирай велосипед» и вошел в цикл соревнований «Соколье горы». Под этим названием проходят легкоатлетические забеги, а зимой – лыжные турниры. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Безопасность превыше всего, напоминает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. На воде нужно соблюдать меры безопасности. Нельзя нырять в незнакомых местах, где состояние дна неизвестно. Не стоит заплывать за буйки, заходить в воду после употребления алкоголя, плавать в судоходных местах. Нужно купаться на оборудованных пляжах, знать правила оказания первой помощи на воде, при планировании отдыха учитывать часы активного солнца. В Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников предусмотрена ежемесячная компенсация за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Категории получателей – участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, врач общей практики, медицинская сестра, участковая врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики. Компенсацию могут получать медработники, работающие в государственных учреждениях Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. Лучшее лечение – это профилактика. В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в 3 года, а после 40 ежегодно, напоминает администрация железнодорожного района Самары. Чтобы ее пройти, нужен полис ОМС и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру. Бесплатно обследоваться, проконсультироваться с врачами и предотвратить заболевания может каждый. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok